Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети комиссионных магазинов «Титан». Купил себе планшет, работает идеально, все летает. Очень рад покупке. И сэкономил, и гарантию дали. Сеть комиссионных магазинов «Титан». Для всех и каждого. В сети появилось видео, как пьяный водитель Михаил Шатохин насмерть сбил девочку на улице Московской. Запись с видеорегистратора патрульного автомобиля распространил представитель потерпевших Антон Долгих. Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года на улице Московской. Сейчас дело рассматривает Октябрьский районный суд Кирова. Подробности в следующем материале. Полицейские заметили водителя 14-й на повороте. Перекресток улицы Московской и Хлебозаводского проезда пьяный Шатохин проехал на Красный и началось преследование. Останавливаться водитель не хотел, он ускорился и на пешеходном переходе произошла трагедия. Бабушка погибшей девочки осталась лежать на месте происшествия, саму 10-летнюю Аню. Пьяный водитель вез на капоте около 300 метров, затем сбросил на асфальт. В суде 28-летний Михаил Шатохин рассчитывал на особый порядок, то есть с полным признанием вины, без разбирательства и, самое главное, с наказанием в три раза меньше. Потерпевшие были с этим не согласны и заявили о рассмотрении дела в общем порядке. Вот сейчас на смертной казни я ему не желаю. Я желаю ему пожизненно, чтобы он сидел просто и гнил в тюрьме. В настоящее время дело рассматривается в общем порядке и судья может назначить Шатохину максимально возможное наказание, которое составит по части 4 статьи 264, это за ДТП, 7 лет лишения свободы. Мы будем требовать, мы будем просить суд назначить максимальное наказание, именно 7 лет лишения свободы. Сейчас Шатохина будут судить за смертельное ДТП и за угон. В отдельное производство выделят причинение тяжкого вреда здоровью бабушке. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.